У нас постоянно увеличивается количество бюджетных мест в системе образования, да и я думаю, что демографический спад в ближайших лет даст возможность несколько меньшее число студентов, поэтому это тоже не катастрофично. Но вопрос скорее заключается в том, что расходы на систему управления и систему поддержания правопорядка у нас, конечно, безумно велики. Если посмотреть бюджет 2011 года, взять только одну цифру, у нас по этому бюджету выделяется на обеспечение федерального правительства 844 миллиарда рублей. То есть, по сути, если мы пересчитываем по текущему рыночному курсу, мы получаем, что разница между Россией и Соединёнными Штатами Америки составляет меньше 5% в пользу США. То есть, по сути дела, если мы экстраполируем наши расходы, мы увидим, что на следующий год мы будем тратить на наше правительство больше, чем народ Соединённых Штатов Америки тратит на своё правительство, причём страны с злой большим населением. Я думаю, что такие примеры могут быть продолжены, и вопрос заключается, конечно, в том, что эффективность расходов правительства должна быть, безусловно, повышена. Я думаю, что существуют огромные возможности для экономии бюджетных средств и для повышения эффективности их использования. И в заключении хотелось бы сказать, что всё-таки система доходов федерального бюджета, как она сейчас выглядит, она ориентировалась на именно структуру догоняющей, развивающейся экономики все эти годы и была достаточно либеральна. По мере того, как жизнь на уровне граждан растёт, по мере того, как Россия вступает на новый этап своего развития уже как более-менее развитая, зрелая экономика, я думаю, что правительству придётся пересматривать некоторые ориентиры в этой сфере. Дело в том, что я не говорю о необходимости введения прогрессивной шкалы по доходу на руку, как говорят многие критики правительства слева, но я, например, считал бы, что можно рассмотреть вопрос о изменении доли страховых платежей, изменении объёма, то, что раньше называлось ставкой ЕСН, с тем, чтобы распространить её на более высокие доходы. Мы, конечно, стремились на протяжении последних лет вывести доходы из тени и сделать их более легальными, но я думаю, что всё-таки ситуация, в которой человек, получающий 30-40 тысяч рублей в месяц, платит 34%, его работодатель, а в случае, если человек получает 1,5-2 миллиона, платит меньше процента или чуть больше процента, это, конечно, нетерпимая ситуация, потому что, посмотрите, здесь я хочу обратить внимание. Мы сейчас имеем ЕСН по таким средним доходам в размере 34%. В Соединённых Штатах Америки такой же совершенно налог, который идёт на обеспечение социального страхования и здравого хранения, составляет в совокупности 15,3%, но взимает со всех налогов. Я думаю, что если бы мы рассмотрели вопрос хотя бы о прогрессивном снижении ЕСН и распространении его на более высокие доходы, то особое серьёзное давление на средние низкоплачивых людей может было бы снизить. То же самое в данном случае это, на мой взгляд, существенно, потому что сейчас в любом случае становится понятным, что значительная часть бизнеса не в состоянии платить такой налог, и мы всё равно будем получать пенсионный трансфер в пенсионный фонд, который тяжёлым бременем рожатся на бюджет. Я думаю, что здесь необходима какая-то реформа с тем, чтобы при общей собираемости достаточно высокого этого налога, бремя его было распорядено более равномерно. Вы сказали, что у нас занижены акцизы на алкоголь, пивы и сигареты. А значит ли это, что со следующего года сигареты алкоголь подорожают и вообще что-то не будет? Ну, в этом году мы заявляли, если мне память не изменяет, до 6%, у нас реально будет, наверное, всё-таки 7-7,5% инфляция. В следующем году у нас до 5%, я думаю, что мы постараемся в этих рамках удержаться, ни в коем случае увеличение акцизов на это не повлияет, но могу сказать, что в этом году уже значительно увеличиваем акцизы на сигареты, на алкоголь не так значительно, на пиво увеличиваются частично акцизы. И могу сказать, что это в целом доходы порядка 20 миллиардов, мы планируем получить 28 миллиардов бюджет от этих действий. На сегодняшний день имеем очень много поддельной продукции, на самом деле, и здесь нужно признать, хочу напомнить, что Степашин выступал в Государственной Думе, он этому разделу уделил огромное внимание, просто огромное внимание этому разделу уделил и сказал, что на самом деле у нас огромные потери, и чем больше будет цена на алкоголь, тем меньше мы будем собирать. Он привёл цифру, если мы память не знаем, 40 миллиардов, он считает, что мы не добрали в 11-м бюджете за счёт того, что у нас плохое администрирование акцизы на алкоголь, на алкогольную продукцию. Но, отвечая на Ваш вопрос, это никак не повлияет, объёмы продаж тех же самых сигарет и алкоголя, они настолько малы в общем объёме ОВП, уничтоженно малы, что они никак не повлияют на инфляцию. И всё-таки надежда у меня, как человека, который вообще никогда не курил, и очень мало пьёт, что люди будут меньше пить и курить. Ну, с 2012 годом всё понятно, а вот что касается 2013-2014, сокращение образования и здравоохранения, финансирование, с чем связано и на чём будет экономить правительство? Можно поподробнее про эти сферы? Ну, я не думаю, что там на что-то будут экономить. У нас, хочу напомнить, что завершаются некоторые программы, плюс ко всему прочему, в 2013 году завершается программа реконструкции, там серьёзные деньги выделяются на реконструкции муниципальных больниц и поликлиник, закупку оборудования, и в связи с этим вот этот объём финансирования в 2013 году завершается. Плюс завершаются некоторые программы, связанные с нацпроектом, поставка оборудования, тоже увеличение объёмов поставки оборудования. Поэтому в общем объёме, содержание на одного больного, койко-место, заработные платы, они не уменьшаются, а наоборот увеличиваются. Благодарю вас. И последний тогда вопрос. Как всё-таки этот бюджет, если он в таком виде будет принят, отразится на развитии российской экономики? Вот каждому, наверное, спикеру вопрос, хотя бы вкратце ответ. Может быть, ваше частное мнение? Пожалуйста. Ну, я могу сказать, что вопросы, связанные с развитием экономики, у нас бюджет стимулирует, но конкретные ведомства, министерства отвечают каждый за своё направление, и зависят от их эффективной работы. Но вот то, что касается, к сожалению, вот сегодняшней ситуации, о диверсификации экономики, говорить пока рано. О снижении давления или зависимости нашего бюджета от цены, которая складывается на внешних рынках на нефть, на газ, на сырьевую продукцию, она очень высока, такая зависимость. И говорить о том, что там через два, через три года будут кардинальные изменения, я бы не взял ответственность такую вот сейчас на себя. Я могу вам сказать одно, что те проекты, которые сегодня у нас запускаются и вкладываются средства в развитие экономики, инновационной экономики, модернизации экономики, они пока принято очень много программ, как типа вебовских, агентств всевозможных, которые в Российской Федерации у нас работают. Но, к сожалению, пока мы не понимаем вот этого вот объёма слова модернизация. Это, знаете, когда мне задали журналисты вопрос, и сказали, вот выборы, дальше и модернизация, как сочетаются эти два слова? Я говорю, что это слова, которые не могут сочетаться, понимаете, потому что выборы, это по логике нужно рассказать о перспективе, нужно людям рассказать о развитии. Ну, одним словом, нужно грамотно, технологично продать мечту. А модернизация, это как бы покорректнее сказать людям, вы уволены. Потому что модернизация, она с собой несёт увеличение производительности за счёт современных средств производства, за счёт современных технологий. А это значит, что идёт в том числе и переобучение специалистов, и востребованность более высокой квалификации, и не всегда прежние рабочие или работники справляются с этим. Ну и сокращение рабочих мест, потому что модернизация, современные технологии, производительность за счёт роботизации несут за собой. И тогда должно быть чёткое, понятное представление региональных властей, муниципальных властей, предоставление рабочих мест тех людей, которые будут высвобождаться, или которые гипотетически могут высвобождаться. Если такого понимания нет у регионов, то представляете, что модернизация с собой будет нести. Поэтому вопрос развития экономики – это очень серьёзный вопрос, и к этому не только правительство должно быть готово, но и общество. Если всё-таки взять усреднённые оценки, то приблизительно где-то половина расходов федерального бюджета, это 10% ВВП, вносит в прирост, по оценке Минэкономики, в прирост темпов роста где-то 45%. Опять же, если соотнести на годовой лаг темпов прироста, то если говорить о 2012 году, то положим половина расходов в 6 трлн рублей даёт толчок в развитии экономики, половина прироста ВВП – это 3,7%, значит, 1,8% пункта. Я не буду останавливаться в Италии, но смотрите, допустим, что делается в той же самой Америке, в рядах европейских стран, правительство выделяет большие средства на какие-то серьёзные технологические приходные проекты, высокоскоростное движение, альтернативные источники энергии, что-то подобное. Мы сейчас вкладываемся реально в новые технологии. То, что делает правительство в рамках проекта «Сколково» и от других проектов – это именно новые технологии. Но до коммерциализации их пока сейчас вряд ли будет возможно дойти в ближайшие годы, а сами все технологии продаются во всём мире довольно плохо. Если посмотреть на экспорт Соединённых Штатов Америки, то экспорт самих технологий, патентов, лицензий – это где-то 4% экспорта. То есть на нём выжить невозможно. Выжить можно только в ситуации, если эти технологии у нас же и применяются в промышленности, а на это мы тратим достаточно мало сейчас.